Вы слушаете канал жаж.клаб, Наполеон Бонапарт во время начала французской революции, 1789-1794. Во времена французской революции многим удалось сделать карьеру, но, ни одна из них не может сравниться с головокружительной карьерой Наполеона Бонапарта, 1769-1821. Из ничем не примечательного уроженца мелкой корсиканской знати Наполеон нашел в революции путь к славе, военному успеху и, в конечном счете, к своей роли императора Франции. Беглого взгляда на его карьеру было бы достаточно, чтобы показать, насколько тесна его судьба будет связана с революцией. Его многообещающие выступления при осаде Тулона в 1793 году привело к блестящему командованию армии Италии, что, в свою очередь, помогло бы ему завоевать достаточную популярность и влияние, чтобы захватить контроль над правительством в результате переворота 18 Брюмера, событие, которое многие ученые считают концом революции. Чтобы понять эту версию Наполеона, необходимо взглянуть на человека, которым он был в начале революции, вряд ли это изображение лихового и начальника или французского патриота. Наполеон 1789 года был худым, неуклюжим человеком, который еще даже не считал себя французом. Действительно, в 1789 году 20-летний Наполеон испытывал нечто вроде кризиса идентичности, пытаясь совместить свои амбиции литературной славы с образованием солдата, его преданность французским революционным идеалам с его корсиканским национализмом. Ранняя революция, несомненно, была временем личностного развития для молодого лейтенанта артиллерии, исход которого повлиял не только на его собственное будущее, но и на судьбу всей Европы. Корсиканец в 1768 году, за год до рождения Наполеона, королевство Франция приобрело Корсику у Генуэзской республики, которая дистанционно управляла ею в течение предыдущих нескольких столетий. Хотя номинально корсиканцы находились под контролем генуэзцев, они привыкли эффективно управлять самостоятельно. Они недавно заявили о независимости, провозгласив Корсиканскую республику в 1755 году, но таким стремлением к самоуправлению пришел конец с приходом французов. По собственным словам Наполеона, он родился, когда Отечество умирало. 30 тысяч французов, извергнутых на наши берега, утопили место свободы в потоках крови. Конечно, было сопротивление. Возглавляемые Паскуали Паоли, 1725-1807, корсиканцы поначалу успешно отбросили французские экспедиционные силы, высадившиеся на их берегах в 1768 году. Однако этот успех не продлился бы долго, поскольку французы имели преимущество в живой силе и снабжении. Победа французов в битве при Понте-Нову в 1769 году уничтожила волю корсиканцев к борьбе. Хотя спорадические партизанские действия продолжались, Паоли бежал в Великобританию, а Корсика была аннексирована Францией. Хотя это поражение было оплакано многими корсиканцами, некоторые смогли воспользоваться этой сменой режима. Отец Наполеона, Карло Буанапарти, был одним из них. Бывший союзник Паоли, Карло решил отказаться от патриотического дела, чтобы обеспечить будущее для своей семьи. Его авантюра окупилась, поскольку преданность Карло новому правительству позволила ему обеспечить своей семье статус мелкого дворянства по французским законам, что, в свою очередь, позволило ему отправить своих старших сыновей получать образование во французских королевских академиях. Десятилетний Наполеон получил образование в военной академии Бриена на севере Франции, где выучил французский язык и преуспел в математике. Паоли, однако, не забыл и не простил очевидного предательства Карло. Несмотря на то, что он пожинал плоды французской оккупации, юный Наполеон оставался убежденным корсиканским националистом. Он боготворил сосланного Паоли как борца за свободу и цеплялся за мечты о независимой Корсике. Такое поведение, наряду с его странным акцентом и труднопроизносимым именем, записанным в школьном реестре как «Наполеон Буанапарти», быстро оттолкнуло Наполеона от его французских одноклассников. Большую часть своего времени он проводил в одиночестве, и вскоре, по словам его директора, у него развился «задумчивый и мрачный» характер. Не имея компаньонов, Наполеон находил компанию среди своих книг. Он обожал поэзию и историю, хотя также интересовался философами эпохи просвещения, которые были так популярны в то время. Он особенно полюбил Жан-Жака Руссо, возможно, из-за того, что сам Руссо поддерживал тяжелое положение корсиканцев. Наполеон перенял многие идеи Руссо, которые вскоре стали теми же идеями, которые подпитывали революцию. Наполеон в Бриене. Фото, member.worldhistory.org в 1786 году, через год после окончания престижной военной школы в звании Ле. Продолжение истории читайте на сайте jah.club